Вот же, повертаем мы сюда студии и готовим уже представить гостю, который у нас есть в студии. Это ликарь-гигиенист Инна Данилёк. Приветствуем вас. Доброе утро вам. Итак, ну конечно же, с профессиональным праздником поздравляем, потому что что же может быть приятнее, чем поздравление самого утра. Вам спасибо за то, что сегодня пришли к нам. Я смотрю, что у нас очень много всего разного инвентаря и мы сегодня, друзья, будем учиться правильно этим всем пользоваться. Ну, думаю, что зубами мы уже научились точно пользоваться еще в детстве, а теперь будем учиться правильно их чистить. Начнем все-таки из того, на что стоит обращать внимание при выборе зубной щетки и зубной пасты. Ну, в нашем современном мире очень большой выбор зубных щеток, изобилие, поэтому нужно смотреть, обращать внимание на то, что есть разная степень жесткости в щетке. То есть, есть четыре степени. Это очень мягкая, мягкая, средняя и жесткая. Значит, очень мягкая она предназначена для деток и для людей, которые имеют какие-то проблемы, там, чувствительность зубов, кровоточивость зубов, ну, которые не могут чистить там щеткой, которая ранит им десна. Мягкая щетка, она предназначена для женщин и мам кормящих, для людей, которые страдают сахарным диабетом. Средняя щетка, это, наверное, самая такая популярная зубная щетка, которой пользуются все люди, наверное, каждый второй взрослый человек. Вот. И есть жесткая степень щетки, это для тех людей, которые в основном пьют много кофе, чай, любители курят, вот, и которые имеют абразивный такой очень налет на зубах. А оно не повреждает сильно, потому что мало того, что мы еще пьем кофе, курим и так далее, повреждаем уже, да, этим, а еще из... Нет, мы, это еще, если правильно к этому подойти, правильно использовать зубную щетку, то да. В этих людей, то любая другая, например, с очень мягкой или мягкой щетиной, она просто ничего им не почистит. Вот мы как раз и подошли к самому логичному вопросу, как правильно чистить. Тем более, что у нас, я смотрю, есть и зубы. Вот, наверное, это мы и попробуем сделать. Давайте как? Я буду пробовать, а вы мне будете объяснять. Чистить зубы нужно обязательно дважды в день. До завтрака или после завтрака, это индивидуально каждый решает для себя. Но дважды в день это нужно делать. Вечером это непосредственно нужно перед сном, вот, вы почистили, ложитесь спать, все, остатков пищи у вас во рту нет. Соответственно, никаких у вас там бактерий не отлаживается. Вы должны вот утром встать перед, есть такие, знаете, вот как для деток есть часики, да, такие специальные, чтобы по времени выдержать чистку зубов. То есть не меньше трех минут выметающими движениями под углом 45 градусов. Потому что я не уверен в своих силах. Про 45 градусов я не уверен. Под углом 45 градусов вы ставите щеточку и от десны к низу все выметающими движениями убираете налет. То есть вот чесать, вот чухать вот так вот зубы не нужно. Чтобы достать труднодоступные дальние зубы жевательные, нужно прикусить. И вот тогда щеточка заходит, щека отодвигается, и вы вот выметающими движениями это все убираете. То есть вверх-вниз и смыкаете полость рта, и круговые движения, это уже больше идет как массаж десны, то есть это уже как профилактика. И так вот, если вы будете чистить дважды в день той щеткой, которую правильно вы подобрали себе, то это будет вообще... А внутреннюю часть зубов? Внутреннюю часть точно так же, как и наружную. Вы выметающими движениями. Вот так вот все убираете. Вот так. Ну что ж, друзья, частично уже понимаем. Теперь все-таки возвращаясь к щетке, как увидеть и где пишется, потому что не на многих... На упаковочках везде, на каждой щеточке на упаковке пишется, да, что средней степени жесткости мягкая, она очень мягкая или жесткая. Также есть и детские зубные щетки, зубные пасты. Хотелось бы обратить больше внимания на детскую гигиену, потому что, как правило, детки они не хотят. Вот, есть специальные, я уже повторюсь, часики, они песочные, когда ставятся, да, и вот мама следит больше, чтобы это время выдерживалось. И на каждой зубной щетке, на каждой детской зубной пасте, и также вот ополаскивателе, есть написанный возрастат. То есть, опять же, любыми пастами, щетками, как для взрослых, это нельзя делать, нельзя очистить, нельзя пользоваться. Поэтому есть от нуля до трех лет, от трех до шести лет, от шести до восьми, и так по возрастающей пока уже не будет, как подросток, чтобы чистить зубной пастой для взрослых. По поводу зубной пасты, на что стоит обратить внимание, что там должно быть написано, и на все ли вот эти рекламные моменты, там, топ-12, топ-24, топ-30, стоит обращать внимание. Нужно обращать внимание на то, какая вам зубная паста нужна. То есть, есть гигиенические пасты, есть лечебно-профилактические зубные пасты. Если у вас в полости рта нет никаких проблем, то вам достаточно гигиенической зубной пасты, вы просто убираете зубной налет, остатки пищи, освежаете дыхание, и этого всего достаточно. Обязательно нужно пользоваться ополаскивателем, это обязательно нужно орошать полость рта. А если же у вас есть какие-то проблемы с чем-то связанные, то нужно покупать пасту ту, которая решит вам эту проблему. То есть, если это кровоточивость десен, то это нужно покупать пасту, например, как Локалут Актив, Президент Актив. То есть, есть в любой продукции эти пасты, которые останавливают и лечат кровоточивость десны. Если это чувствительные зубы, то нужно покупать вот как паста Сенсидин, или в любой, опять же, продукции есть сенсативы, которые снижают чувствительность зубов. Если есть третья категория паст, зубные пасты – это отбеливающие пасты. Но такими пастами я рекомендую пользоваться один-два раза в неделю, не чаще. То есть, у нас в запасе должно быть несколько видов паст, и их как-то чередовать? Есть такие люди, которые хотят белоснежную улыбку. Но, опять же, нельзя, у вас должна быть паста для ежедневного ухода, и должна быть отбеливающая паста тоже, чтобы вы могли чередовать там один-два раза в неделю, потому что, ну, поддерживает цвет зубов ваших, да, белизну. Она просто имеет в составе перекись водорода, абразивная, чтобы не было в дальнейшем проблем с чувствительностью, то есть каждый день, потому что это будет… То есть, таким образом, вот этим отбеливанием можно еще и себе навредить? Навредить, да, обязательно. Ну, тут другого не может. А по поводу еще тех моментов, когда вот есть сложности с самой чисткой зубов, и как это правильно делать? Это когда у нас есть брекеты, либо какие-то конструкции специальные уже? Когда стоит система брекетов полости рта, гигиена полости рта должна быть вообще просто… Ну, на это должно обращаться внимание очень сильно. На высшем уровне, да? Да, потому что зачастую эти труднодоступные места невозможно вычистить, то есть, да, особенно эти, когда подростки, когда там такие, да, вот, они не обращают на это внимания. Есть специальные зубные щетки, V-образивная срединка, это брекетные щетки, они так и называются, брекетные щетки, то есть они в середине немножечко как V-образный вырез, к сожалению, у меня ее сейчас нет в данный момент, она прочищает этот брекет со всех сторон, и то есть, вот все труднодоступные места можно почистить. Также есть аксессуары множество к брекет-системам. Есть ёршики маленькие, которые тоже прочищают зубной ряд и промежутки. Есть суперфлосс, это обязательный аксессуар при брекет-системе, потому что он имеет три толщины поверхности, то есть, там при брекетах стоит дуга, нужно аккуратно проходить эти промежутки, поэтому без суперфлосса это невозможно делать. И опять же, ополаскиватель. А если, скажем так, всякие конструкции, как я их называю, там, вставные челюсти, зубы и так далее, как здесь? Реставрационные конструкции, нужно обращать внимание на то, что реставрация это материалом перекрытые, да, ваши родные зубы, то есть, отбеливающей пастой здесь уже пользоваться нельзя, потому что те зубки, которые у вас не нарощены без реставрации, они просто будут отличаться цветом, это первое. Второе, обязательно флосс. Зубная нить, вот она у нас есть, этим флоссом, и не только при реставрациях, но при любой чистке нужно пользоваться, проходить промежутки, потому что плотность промежутков, там забивается мягкий налет и отдает желтым оттенкам. Как раз по поводу использования, потому что очень много мифов, используем все-таки. Есть разные флоссы, опять же, есть по разной толщине. Вот я взяла специально такой флосс, здесь написано сатин, он идет такой шелковый и плоский, он не травмирует десну, вот, и поэтому таким вот флоссом я рекомендую всем пользоваться, потому что он без травм. Оптимальный, скажем так. Да, потому что есть они плоские, есть круглые, вот это такой самый оптимальный вариант. Нужно не бояться, потому что если будут оставаться в промежутках мягкий налет, то это плачевно потом перерастает в кариес. Ну что ж, будем надеяться, что будем теперь чистить правильно, выбирать правильно зубные щетки и пасты. Самое главное, что, друзья, помните, ополаскиватель должен быть, что я сегодня запомнил. Ну и, конечно же, правильно подобранная щетка и паста под вас. Спасибо большое вам за то, что сегодня пришли к нам в студию, проконсультировали по этим вопросам. Я нагадую еще раз, что сегодня спілкувалися и с лекарем-гигиенистом Инной Данилюк. А мы прямо сейчас, дорогие друзья, хотели переглянути еще одно опитывание стосовно миколаевцев. Чи знают они всю всю правду и чи взагалі боятся ходить до стоматологов? И как часто звертаются? Дивимся далее. Еще с детства мы боимся лекарствовать зубы. А ось как часто миколаевцы отведают стоматолога, зараз узнаем. Вы знаете, мне повезло. Вообще не хожу. Я, конечно, боюсь стоматолога. И я очень редко хожу, уже только по необходимости. Постоянно, когда зубы болели, сейчас не болят. Стоматолога я посещаю, когда у меня испортится зуб, потому что очень дорого. Но предпочитаю хорошую медицину. Очень редко. Ну, может быть, раз в год. Может быть, вот так. По мере его надобности. Я слежу за зубами. Я не боюсь, но нужно, кстати, как раз к стоматологу сходить. Ну, не знаю, раз в пять лет, наверное. Это так. Не боюсь посещать, но посещаю по мере необходимости.